всем привет с вами темный ниндзя мир 4 и персонаж самой красивой анимации скиллов сразу по скиллам наверное да посмотрим вот эти вот три скилла можно не включать в авто фарме так как они будут жрать много маны и особо не давать никакого толку вот если у вас есть шао шао и мана позволяет можно включить гниль можно если у вас нет шао шао лучше отключить вот можно включить ты например ужас он в принципе тоже наносит урон но он с небольшой с небольшим радиусом кидает вдаль скильчик огни бьет вокруг себя но большим радиусом вот то есть тут как бы на ваше усмотрение смотрите на сколько вам хватает массы но в принципе маны принципе вот без этих четырех скиллов вполне автофарм нормально стоит и ничего не требует маны хватает на все в такое вот расположение включение вот этот вот скилл и отхиливающие он срабатывает как и у хила только в тот момент когда у вас хп-шки опускаются до определенного значения тогда он срабатывает поэтому сейчас немножко про эти механики поподробнее поговорим давайте зайдем в навыки с вами и пробежимся по навыкам асура это наша ульта принципе те кто уже играет на персонажа этом уже все прекрасно знает понимает но возможно это будет видео интересно тем кто хочет выбрать этот класс например но не знает стоит ли или не стоит вот давайте поговорим про навыки асура ульта наносит урон в небольшом радиусе вокруг себя накладывает ужас на врагов враги потихонечку начинают от вас отбегать очень удобно фармить на площади по паровозиком то есть пробежали по комнате собрали врагов использовали ульту они потихонечку там в течение двух секунд от вас медленно убегают и уже вы используете скилл который накидывает проклятие и скиллы которые уже под проклятием и быстренько разносите по крючку вот но надо учитывать что в образе асуры вы не можете похильнуться поэтому как бы не используйте за зря скиллы и хила особенно вот пробуждение крови вот то есть как бы такой вот у нас посмотрим на то что он дает при следующих пробуждениях на персонажей будет накидывать ужас с определенной вероятностью и уклон открыто добавляется еще у нас ну и плюс меняются естественно циферки а на десятом уровне мы абсолютный иммунитет на 15 секунд получаем к сбиванию с ног и оглушению то есть 15 секунд по идее в пвп один на один должно по идее хватить чтобы просто убить того же самого рубаку который будет пытаться вас перекинуть а ничего у него из этого не получится или воина у которого много контроля том числе оглушение избивание с ног и он тоже не сможет своим то есть он подкатится к вам подкатом до чтобы вас опрокинуть а не получилось и все или вы просто его вблизи раскладываете все так как у этого персонажа не прям большой радиус использования скиллов даже по мне кажется поменьше чем авто атака авто атака примерно у этого персонажа бьет что-то среднее между хиллом и арбалетом где-то вот так вот примерно посерединочке между этого вот а скиллы радиусом поменьше чем авто атака имеют поэтому как бы вблизи этот персонаж хорош по идее вблизи поэтому если против него будет маг будет потяжелее придется как-то сближаться в этом плане помогает то что этот класс накидывает много понижалок скорости и прочего вот в общем персонаж он дебафер конкретный дебафер вот давайте дальше призрачное пламя это скилл работает хорошо только в образе асуры в образе асуры можно под проклятием им ударить в разы сильнее поэтому как бы изначально он будет убить про обычно то есть если вы просто кинете адскую бездну например и призрачное пламя призрачное пламя просто нанесет обычный урон ну понятно дело самые кайф у этих скиллов это длительный эффект почти у каждого скилла есть длительный эффект и почти у каждого скилла он после пятого уровня уже появляется это вот тут бонус к рунам чудовищем есть бонус к рунам ко всем атакам. В общем, это классно. Это прям четко. Плюс, почти все скиллы что-то делают в Асуре. Изначально они могут не действовать в образе Асуры, но с пробуждениями они, особенно с 8 уровня, очень много скиллов и в образе Асуры что-то дают. Ну, в принципе, что-то. При каждом удачном сокрушении 55% шанс, наверное, перезарядить призрачное пламя. Но это, кстати, классно. Перезарядка 10 секунд. То есть раз в 10 секунд с вероятностью 55%. Но это на 10 уровне, естественно. Это не так скоро может произойти. Вот. Но вполне себе классно. То есть 10 уровня категории скиллов здесь прям практически все мега суперские. Адская бездна. Первый скилл, который накидывает проклятие. Вот. И скорость движения минус 150. Это все равно, что кинуть ужас. Ужас тоже скорость движения на 150 снижает. Вот. То есть я говорю, у этого класса очень много скиллов на понижение скорости движения, поэтому он за счет этого может сократить дистанцию и либо догнать врага. Потому что если враг убежит, все, вы его точно не догоните и будете уже как-то вылавливать его по-другому. Но если вы смогли его замедлить, то у вас больше шансов. Вот. Здесь длительный эффект к урону от навыков. Это прям здорово. Чудовище 100 процентов оглушает. На восьмом уровне вот в образе асуры появляется бонус к сопротивлению бессилию. Атакованных врагов минус 30 процентов на 12 секунд. Это то есть после того, как вы это кинули, на них больше шансов, что накинется какой-нибудь недуг. В общем, все негативные статусы. То есть тьма, немота, оглушение. В общем, вот это все. Больше шансов, что накинем. Вот. И на десятом уровне у нас еще добавляется в образе асуры уклон минус 200. Накидывает на врага. То есть, но это только дополнительно в образе асуры. Атак, по сути, он не сильно увеличивается, да? Шанс утонуть в адской бездне. Ну, это понятно. Это все под этим скиллом. Это против персонажей уже. Насколько я понимаю это описание. Едем дальше. Призыв алчника. Тоже это скилл, который действует под проклятием и не в образе асуры. То есть вы это можете просто кинули адскую бездну и призыв алчника. Будет наносить больше урона. Длительный урон. Эффект, конечно, как раз бонус к урону босса. Это прикольно. Вот. Под действием тьмы бонус к урону от навыков тоже увеличивается. Так. На восьмом у нас в образе асуры стопроцентный шанс ужас накинуть на чудовищ и небольшой шанс накинуть на цель. Ну, то есть на игрока. И на десятом. Ну, это просто все увеличивается в процентах. Все циферки просто увеличиваются. Так. Далее. Пробуждение крови. Вот этот вот скилл у нас хил. Он только хиляет. Он не наносит урона совершенно. Его чаще используют, скорее всего, вручную. Вот. Ну, и в автобое, как я и говорил в начале видео, он используется именно так, как хил у даоса. Как только у вас падает на определенный процент, там, по-моему, процент 70 или 60, тогда скилл автоматически срабатывает. В любых других ситуациях он просто висит и все. Он не используется. Вот. Что он делает? Он восстанавливает 5% хп. И когда, допустим, вы новичок, да, вы только начали, вы открыли этот скилл, и у вас появляется новая функция от этого скилла, печать крови вы получаете. Их всего можно 20 штук получить. Каждый из них вам увеличивает маг атаку плюс 10 и урон к сокрушению добавляет 1%. То есть в общей сложности плюс 200 маг атаки и плюс 20% сокрушения. Вот. И если мы... Вот. Использовать этот скилл нужно вот именно, когда 20 печати есть. А печати набираются, когда вы используете скиллы. То есть вы заюзали скиллы, и у вас 20 появилось. Плюс, когда у вас 20 этих висит, и вы постоянно используете дальше скиллы, у вас состояние полной энергии крови появляется. Плюс 10% к урону от навыков на 15 секунд. И с каждым навыком он просто... Счётчик обновляется. Это знаете, как у обезьянки, которая за убийство мобов увеличивает вам атаку. Она тоже так же. И пока мобы умирают, у вас счётчик просто обновляется и висит постоянно, скажем так. Вот. То есть это вот складывается вместе ещё с обезьянкой. Это тоже классно. Получается, обезьянка вам 200, по-моему, даёт атаки. Это 200 атаки, ну это супер, это классно, это офигенно. И плюс, когда вы используете... Вот у вас есть 20 зарядов печати крови, вы используете и тем самым восстанавливаете дополнительно ещё к 5%. После пятой категории это 0.8, до пятой категории 0.5% ещё дополнительно. То есть зэшки и ещё и ману регените. То есть есть своего рода ещё и реген маны, это тоже классно. Вот. То есть в общей сложности с пятой категории вы... Получается где-то 16... 21% хп-шек восстанавливаете и 16% маны на восьмом уровне. Вот. Дом отвлекли, сбился с мысли, ну да ладно. В состоянии также полной энергии у нас ещё и ускорение перезарядки навыков происходит на 15 секунд, но это когда мы уже используем навык. То есть если мы используем навык, мы получаем бонус к урону от навыков на 15 секунд и ускорение перезарядки на плюс 30% на 15 секунд. Только когда используем. Вот. То немножечко начал вас изначально сбивать с толку. Ну и в пробуждениях на восьмой категории у нас появляется, снимает состояние слепоты. Это принято очень хорошо. И после использования всех зарядов печати крови, каждый заряд бонус даёт бонус к урону в пвп плюс 0,5%. Ну, интересно, конечно, интересно. Так, т-т-т-т-т-т-т-т. Каждый заряд печати крови, мага атака и ещё бонус к урону в пвп плюс 4%. Это уже на восьмом уровне он даёт длительный эффект. То есть такой, ну, в пвп будешь крутой. А на десятом уровне в образе асуры даёт нам ещё 50% восстановления ОЗ и ОМ трем ближайшим членам группы. То есть ещё и может Падькова подхильнуть и манку отрегенить на 50%. Ну, это круто. Это круто. Прям супер. Плюс каждый заряд, а после использования всех зарядов печати крови, каждый заряд бонус к урону в пвп плюс 1% на 15 секунд даёт. А, здесь 0,5 было, здесь 1. Ну, да, всё это мы уже видели. В общем, классненько, классненько. Пробуждение скиллов тут прям радует. Вот, вроде всё сказал. Да, и восстановление ОЗ и ОМ на восьмом уровне будет 1%, на десятом полтора. То есть на десятом уровне мы там, ну, вполне себе много, там уже процентов 40 примерно. Отхиливаем хпшек и где-то там тридцаточку, около того или двадцаточку маны. Следующий скилл цветы взрыва крови. Второй скилл, который наносит урон усиленный под проклятием и без образа асуры, допустим. Вот. Также накидывает дот. Это тоже очень удобно. Это скилл массовый, как и все, в принципе, до этого были. Поэтому всё пока хорошо. Бонус к урону от навыков врагам под действием ужаса плюс 20% он даёт. То есть, как бы, эти цветочки, наверное, стоит использовать первым. То есть, допустим, ультанули, потом кинули проклятие, потом цветочки, потом всё остальное. Чтобы они ещё под ужасом бонус к урону от навыков больше стал. Вот. В образе асуры он ещё и бонус к урону для всех атак по врагам плюс 10% даёт. В пробуждениях, что у нас длительный эффект появится по муску урон для всех атак, это круто. Поэтому, вот, наверное, этот скилл в восьмой категории в первую очередь хорошо бы взять, так как он даёт длительный эффект для всех атак. Урон повышает. Остальные уже изначально после пятой категории дают это всякие эффекты, да? А здесь только на восьмом. Вот. Я бы этот хотел бы первым поднять. Ну, а там как получится уже. Вот. Десятый даёт в образе асуры бонус к урону. А при каждом удачном сокрушении восстанавливает 1% жизненной силы. Но в образе асуры это точно работать не будет. Но без образа асуры, как я и говорил, он под проклятием тоже наносит больше урона. Это будет восстанавливать вам хпшку. Не знаю уж, насколько много прибавит, но хоть что-то, да, да восстановит. Вот. Так, гнилость вот как раз скиллчик. Это просто массовый скилл, который бьёт большим радиусом, как я уже говорил в начале, вокруг себя. То есть он не кидает вдаль. Но хороший большой радиус, я вам скажу, вполне себе. И он накидывает дот и всякие снижения. То есть такой прям вот конкретно дебафовский скилл. В пробуждениях он что у нас делает? На восьмой категории добавляет бонус к сопротивлению бессилия минус 15% на 30 секунд. При попадании в цель с 50% шансом накладывает гнилость и 100% шанс бессилия снять положительные эффекты персонажа. Снимает магический щит и маскировку врага. То есть прям, ну, классно. То есть маг накинул щит, ты ему бам и снял его. Арба решила уйти в маскировку, убежать от тебя. Ты бах и снял. Это прикольно. Это, кстати, прикольно. Такой анти-всё это. И в образе ассуры снижает жизненные силы атакующего персонажа на 10%. То есть, вот мне интересно, непонятно как правильно это будет работать. Это будет снижать максимальный хп на 10% или просто дополнительно к урону будет ещё 10% хп-шек снимать. Либо он максимальный снижает уменьшит. Вот это непонятно. Скорее всего, просто уроном нанесёт, да? Немножечко иногда в переводах, конечно, они не уточняют, как это и что. На 10 уровне в образе ассуры ещё и накладывать будет проклятие боли на 15 секунд. И каждый полученный удар накладывает допфикс урон. Вот тоже здесь немножко непонятно, то ли это будет работать как шипы на вас, да? И каждый нанесённый по вам удар будет отражаться по врагу от 700 до 1200 урона. Либо вы наносите удар и дополнительно наносите от 700 до 1200 урона. Это вот всё надо тестить, проверять. Если вдруг кто-то уже знает, как это работает, там, не знаю, на других серверах, там, где-нибудь на Китае играли, ой, на Корее, и знаете, как это работает, пишите в комментариях, чтобы люди, допустим, знали, да? Там, и я, мне будет тоже интересно, если кто-то знает, как это правильно работает. Вот, потому что очень интересно, это работает как шипы, потому что он же накладывает на атакующего персонажа проклятие боли. То есть, значит, а на атакующего. Значит, тогда, наверное, всё-таки, когда мы наносим каждый удар, и, наверное, не только мы, может, даже если это массовое ПВП, то каждый удар наносящий, ну, в общем, как-то это вот работает так. Будем, будет интересно понять, как это работает правильно, но, наверное, всё-таки, когда ты накладываешь на него, то все удары по нему будут наносить дополнительный урон. Ну, это круто, в массовое ПВП, если это будет, тем более, это накладывает массово, да? Это будет прям чёткий скилл. Итак, Цепь Крови, это у нас с вами второй скилл, который может подхиливать. Также он наносит урон, бьёт по 1-7 врагам, и восстанавливает 10% ХП просто при ударе навыком, и за каждого персонажа, по которому попал, ещё по 1%-ку. То есть 17% максимально он может восстановить. Это если успешная атака прошла, не промахнулся в скилл. В образе Асуры он также бьёт по врагам под проклятием. Это второй скилл, который в образе Асуры может ещё под проклятием ударить. И бонус к восстановлению ОЗ от навыков цели уменьшается на 20% на 8 секунд. Но опять же, в образе Асуры он наносит больше урона, но он не отхиливает. Учтите это, имейте это в виду, держите это в голове, и при ситуации смотрите, стоит ли вам его использовать или нет. Вот, в пробуждениях, что у нас есть? При успешном сокрушении состояния тьмы на 12 секунд накидывает. Это восьмой у нас с вами уровень скилла. Ускорение перезарядки навыков цели минус 20% на 20 секунд. И маг-защиту цели на 15 секунд минус 100. То есть конкретно так прям про это выйдет цель. Так, и что у нас на десятом? На десятом... В образе Асуры недоступна божественная вода на 10 секунд. Вот это тоже непонятно, на самом деле. Божественная вода это у нас с вами баночки, которые приболеют 25 и 50% хп. Если это на врага вешается, что он не может баночкой отхилиться, то это круто. Но если это на вас, то, блин, вообще не прикольно. То есть, опять же, недостаточность перевода или неправильность перевода приводит к непониманиям. Но я надеюсь все-таки, что это враг не сможет использовать в течение 10 секунд баночки эти, и вам будет проще их убивать. Так как вы, в принципе, в образе Асуры тоже не можете хиляться. Но, опять же, это только на десятом уровне скилла, и это не скоро. Это, по большей части, быстро будет только у донатов. Следующий скилл Когти Странного Дракона. Скилл, который бьет по прямой. Прям вот только по прямой. Имеет два удара. То есть, выпускается вперед и назад. То есть, вперед летит, удар наносит и назад. Удар наносит, грубо говоря. Вот, он бьет... Это второй скилл, или третий уже. Третий скилл, который может бить не в образе Асуры под проклятием, нанося больше урона. Но он не такой массовый. Он бьет вперед, да, может там двух-трех мобиков цепануть, но он не бьет радиусом. Поэтому, как бы, не настолько прям он мега крут. Но он тоже вполне себе много накидывает негативок. При успешном сокрушении он накидывает тьму на 10 секунд. Вот, первый удар идет оглушение по чудовищам. Второй удар, типа, сбивание с ног. Но я не замечал, что было сбивание с ног. По анимации, как получается, он проходит вперед. Враг начинает шататься. И он его вторым ударом не сбивает с ног, а просто чуть-чуть подтаскивает к вам. Вот. Враг не падает, но он все еще стоит в оглушении. Так что, не знаю, может быть, потом исправят это. Может быть, это просто недочеты пока что. Вот. И длительный урон к чудовищам у него тоже. То есть, как бы, пятую категорию брать ему прямо в первую очередь надо. Ну, вообще, всем скиллам нужно брать пятую категорию как можно быстрее, чтобы получать длительные эффекты. В пробуждение у нас появляется в образе ассуры бонус к шансу оглушения плюс 50% и сбиванию с ног плюс 100%. Ну и... А, и добавляется шанс сбития с ног чудовища. Ну и персонажей тоже 50% добавляется. Так у нас было только оглушение по чудовищам. Первый удар и второй. Можно было сбить с ног чудовища и персонажа. А тут еще и сбить с ног чудовища. Ой, оглушение персонажа появляется. И шанс сбить с ног персонажа также есть, но уже чуть больше процента, да? Так. Ну и на десятом тоже ничего особо не появляется. Просто увеличиваются циферки наши с вами. Ну и шансы персонажа оглушить и сбить с ног. Так, следующий скилл у нас искоренение. Вот второй скилл, который может накинуть проклятие. То есть как бы изначально вы будете, если вы только начали играть с этим персонажем, например, просто качаете ветвенка, да? Вот. В принципе вы быстро до него дойдете, но как бы изначально у вас будет всего один скилл, который накидывает проклятие, и он, зараза, долговасто откатывается. Поэтому придется как-то играть с одним пока что скиллом. Ну как только дойдете до этого, уже будете его накидывать. Также он скорость персонажа минус 100 на 5 секунд накидывает. И отложенный взрыв. Через 2 секунды наносит урон окружающим. То есть не самой цели, а именно тем, кто вокруг него. То есть, опять же, в масс пвп хорошо. Ну и в кучках на мобиках тоже. Вот. Он оглушает чудовищ при взрыве. И с 15, ну 100% шанса, и 15% шанс оглушить персонажа при взрыве. Снижает общий урон цели на 20% на 10 секунд. И длительный эффект у него бонус к урону базовой атаки. Вот. Представьте, здесь плюс 4%. И если еще качнуть на 8-й цепь крови, да, по-моему, там у нас было с вами длительный эффект, не не цепь крови. Ну, в общем, что-то цветы. Цветы взрыва крови. Вот. Их, если тоже качнуть на 8-й, у вас будет, получается, плюс сразу там сколько, 12 или 8% к базовой атаке. А, там ко всем атакам, а тут к базовой. Ну, как бы, там ко всем и к базовой, и к скиллам, а здесь только к базовой. Ну, то есть, как бы, все здесь складывается офигенно, все четко. Ну, все просчитано. Ну, он такой, пока что, как я смотрю, он сбалансированный. По дополняшкам всяким. Ну, кто-то может подумать, что и несбалансированный. Ну, в конце мы с вами поговорим про это все, да. Здесь у нас с вами, что добавляется на 8-м снижение. Вообще, бонус к восстановлению хп-шек от навыков в цели. Добавляется, да, минус 30% на 10 секунд при отложенном взрыве. Шанс вызвать еще один отложенный взрыв с 25% шансом. И наложить слепоту под действием тьмы на 2 секунды. Очень сложно, да, все так описывается. Ну, примерно понятно, да. Ну, и на 10-м уровне у нас еще в образе асуры. При наложении страшного проклятия. Ну, то есть, именно вот этого скилла шанс сопротивления оглушению на 25% на 20 секунд появляется. Так, продолжаем. Дальше. Обратное течение. Просто обычный скил. Единственный скил у этого персонажа, который бьет четко по одному персонажу. Он не массово вообще никак. Луч бьет у него, да. Если у мага сжигание, луч идет, он вроде бы цепляет. Если кто-то рядышком идет, он вроде бы как зацепляет. Хотя я точно могу ошибаться. Я магом сильно особо-то и не играл. Не видел, как это, что это. Вот. А у этого тоже примерно такой же луч, только темно-фиолетовый. Вот. И он бьет непосредственно в одного. Вот. В PvP 1 на 1 этот скилл будет хорош, да. Поэтому я не вижу смысла включать этот скилл, как и у арбы выстрел, да. Включать этот скилл в автофарм, потому что, ну, бессмысленно. Бить по одной цели, тратить на это время. Так он наносит 10 ударов. И так, что он имеет. При использовании вас нельзя сбить с ног и оглушить, естественно. И снижение общего урона плюс 10% на 3 секунды происходит, когда вы используете. Вот. При ударе снижает общий урон на минус 3% на 12 секунд. Только непонятно. То ли это на врага действует, то ли это по вам будет снижен. Вообще, скорее всего, по врагу, да. При получении продолжительного урона максимум 5 зарядов. Это будет снижение общего урона или при получении продолжительного урона будет вот это действовать, да. То есть, после 5 заряда снимет у цели 10% маны. Скорее всего, это так работает, да. Или это работает вот к этому. Вот. Также снимает у цели 10% маны. При последнем успешном ударе восстанавливает 8% маны. И при последнем успешном ударе физом экзащита плюс 150 на 8 секунд. То есть, если 10 удар не промахнулся, я так понимаю, то есть, эти 10 ударов какие-то могут попасть, да, какие-то могут не попасть. Ну, или, может, враг умрет быстрее и дождется последнего удара. Вот. То есть, такой скильчик, который, в принципе, в ПВЕ не нужен, но в ПВП он будет очень даже как нужен. Вот. На 8 уровне у нас в образе Асуры при успешном последнем ударе будет шанс оглушить врага. Ну, то есть, игрока по-любому. И также в образе Асуры персонаж не сможет получить неуязвимость на 10 секунд. Вот. Тоже хорошо. Никакой скилл ему не поможет. Неуязвимость накинуть на себя. На 10 уровне нам добавят... Также в образе Асуры нельзя будет накладывать... А, на персонажа накладывается обратно течение крови. И если его будут хилить хил, или он сам, например, такой же темный даус, как и вы, например, да? И будет использовать свои скиллы от хила. Вот. Ему такая своего рода антихилка 30% хила нанесет ему урон, наоборот. То есть, ну, тоже прикольненькая вещь, но, опять же, это только на 10 уровне скилла. Хороший скилл, но четко ПВП-шный. В ПВЕ бессмысленно. Следующий скилл ужас. Это третий скилл, который накидывает проклятие. Вот. Но так как он ест много маны, искоренение в этом плане использовать в автофарме, в ПВЕ таком этом режиме, куда удобнее, чем ужас. Вот. А в ПВП, да, по-любому ужас стоит использовать. 100% накладывает ужас на чудовищ, и с определенным процентом вызывает ужас у персонажа. Вот. Зависит от числа зарядов проклятий. Ну, тут, как бы, проклятие, смотря сколько действительно народу. Ну, это масса ПВП, опять же. По действиям ужаса скорость меньше, и снижение всего урона цели минус 10% на 5 секунд. Хм. Снижение всего урона. А, то есть, весь урон, который он будет наносить по вам. Ну, да, хороший такой ПВПшный скилл. Пробуждение нам, что он еще даст? Ужас, наложенный на трех и более человек, превращается в массовый ужас, и точность минус 100 на 10 секунд еще накидывается. Ну, блин, это круто. Это прям вообще офигенно. То есть, ну, опять же говорю, масса ПВП, этот скилл прям то, что нужно. Ну, а восьмой уровень обязательно надо взять. Вот. А десятый в образе асуры длительность ужаса еще плюс 3 секунды. То есть, не 5, не 3, а 6 секунд будет, да? Ну, блин, это круто. Это круто. И ужас тут, да, ну, практически 100% накладывается. Длительный эффект, бонус к урону в ПВП плюс 8% на 10 уровне появляется. То есть, ну, как я и сказал, прям отличный ПВПшный. Туман души последний наш скилл с вами, который открывается там, по-моему, на 50 каком-то уровне, да? Если мне память не изменяет 52-ю или что-то такое. Вот. Что он нам делает? Просто обычный скилл, бьет мощно. Бьет только вокруг персонажа. То есть, так же, как и, допустим, гниль, гнилость. Только у гнилости очень большой радиус. У тумана души радиус меньше. Вот. Но бьет мощно. Много мана жрет, поэтому, как бы, его тоже в автофарм ставить нету смысла. Но в ПВП он тоже будет очень круто смотреться. Особенно, допустим, можно использовать ульту и туман души. И я думаю, это тоже будет вполне неплохой такой способ. Очень много нанести по массе урона. Прям вот именно в ПВП. В ПВЕ можно периодически вручную использовать, когда вы точно знаете, что вам это нужно. Вот. Что он у нас делает? Неуязвимость на 2 секунды после того, как вы использовали скилл. Ну, в общем, на время его использования. Пока вся анимация проходит, как раз 2 секунды идет. Вот. Иммунитет к сбиванию с ног и оглушение во время использования. То есть вас не могут сбить. Вы в любом случае его используете. И при ударе физмак атака врага под действием тумана минус 170 на 2 секунды. Вот. 100% шанс сбить с ног чудовище. Ну, да. 0% шанс сбить персонажа во время последнего взрыва. Это на... После пятой категории. С восьмой и десятой там немножечко шанс увеличится, да. Небольшой шансик наложить проклятие на врагов, пораженных туманом. И 100% шанс наложить немоту на 5 секунд. В зависимости от... Понятно. Короче, немоту накладывать с определенным процентом. И длительное снижение урона от боссов. Ну, тоже круто. Офигенно. Пятый уровень берете и плюс 10% от боссов получается. То есть, боссов фармить куда намного проще, да. На восьмом уровне у нас добавляется еще уклон персонажа пораженных туманом врагов. Минус 300 на 5 секунд. Это круто. В образе ассуры 60% шанса можно наложить слепоту на 3 секунды. И еще длительный эффект при получении урона в ближнем бою во время тумана. Плюс 1 к заряду печати крови. Перезарядка 1 секунду. Немножко непонятно. В ближнем бою, когда вам наносят урон или... Скорее всего, вы получаете урон и быстрее печати крови накапливаете. Вот это типа... Без образа ассуры можно быстренько накопить и хильнуться, например. Вот. Но длительный урон по боссам не увеличивается, да, на восьмом уровне. А на десятом он уже увеличивается. Также на десятом уровне скилла под действием тумана при получении атаки в ближнем бою увеличивается урон от взрыва тумана за удар плюс 15%. Максимум до десяти раз. Так как это длительный эффект, то есть... Вас тюкают. Десять раз, если вас ударили и вы используете туман души и последний, вот, то... Взрыв... В общем... Последний, наверное, что ли удар. Ну, или все удары... Плюс... Сто пятьдесят процентов будет мощь, да. То есть, ну, как-то это так будет работать. Точно непонятно. То ли каждый удар, то ли последний удар взрыв тумана сработает. Вот. Это надо смотреть, все тестить, но это надо качнуть скилл сначала, чтобы понимать, как это правильно работает. Вот. Ну и что, давайте подведем итог по персонажу. Не очень большой радиус скиллов, много масс. Массы бьют... По большей части вы находитесь близко с врагами. И массы все бьют не только перед вами, но и за вами. Вот. Масс... Масс ПВП персонаж. Вот там от него будет очень много пользы. На всех ивентах, где масс ПВП идет, это захвата замка, захват долин, что там еще там, захват склада замка, ну, вот это все такое. Вот там этот персонаж будет себя чувствовать, как рыба в воде, куча дебафов, прочего. Вот. Ну и сам по себе он наносит вполне себе немало урона. Фармить в ПВП им очень удобно. Опыт намного быстрее качается, чем любым ближникам и даже хилом. Вот. Но, возможно, арба все-таки будет побыстрее фармить опыт. И маг тут спорненько. Маг, возможно, примерно столько же. Ну, может быть, чуть-чуть получше будет фарм идти у темного дауса, чем у мага. Вот. То есть в ПВЕ он прям вообще кайфовый. Прям вот мега суперско. Прям вот в плане, опять же, опыта. Те же самые. То есть быстро умирают мобики, быстрее набираете предметики по ивенту. Правильно? Те же самые барабанчики, которые сейчас начались и прочее все. В ПВП, масса ПВП, он будет чувствовать себя прям богом. Но не в плане того, что всех будет убивать, да. А в плане того, что он кучу дебафов нанесет. И просто будет прям враги будут сильно много получать и урона, и будут в станах часто. Ну, и все такое, понятно, да. Не будем про это все затягиваться. В ПВП один на один, ну, наверное, с ближниками этому классу проще будет воевать. Так как в Асуре, тем более на 10 уровне, вы стопроцентно иммунетесь к оглушению и избиванию с ног. С ближниками, наверное, в таком плане этот класс себя будет чувствовать намного лучше, чем какая-нибудь Арба, например, да. Потому что если к Арбе близко подобраться, можно сказать, что ей Кирдык. Если она не уйдет в маскировку, не успеет. Вот. Так как, ну, у всех персонажей есть свои плюсы и минусы. Вот. В соло ПВП она будет не очень, скажем так. Против дальников особенно. В мас ПВП она будет очень хороша, накидывать все дебафы. Ну, и в принципе, все. ПВЕ. ПВЕ прям четко. Для ПВЕ, для кача, для фарма опыта. Прям берите, не задумываясь, если вы еще ее не взяли, но думайте об этом. Это точно прям мега топчик. Вот. Ну, опять же, возможно, не лучшие Арбы. Но и не хуже. Вроде бы как все. Сильно не судите меня, камушками не забрасывайте. Это был мой первый обзор на персонажа. Вот так вот по скиллам. И примерно егошнюю роль в ПВЕ, ПВП. То, учитывая, что в ПВП не очень много, можем что-то сделать на данный момент. Да, потому что слишком много есть ребят, которые просто с одного скилла могут практически убить. Поэтому как бы не могу точно сказать. Но предположение, предположительно, это вот я думаю, что Верный сделал выводы, прочитав скиллы. Надеюсь, кому-то видео будет полезным. Не хотел, конечно, сильно длинным, но похоже длинное получилось видео, долгое. Поэтому сразу извиняйте. Ну, а с вами был Темный Ниндзя. До новых встреч и пока-пока.